Самый страшный лагерь ГУЛАГа на Колыме, Бутагычак, становится недоступным. Раньше туда приезжали люди почтить память погибших и увидеть своими глазами, в каких условиях жили и работали заключенные, которые добывали уран. Но в этом году дорога до лагеря превратилась в непроходимую, рассказывает Людмила Щербакова. Эта дорога всего 8 километров, но даже высокопроходимый автомобиль сейчас преодолевает ее с трудом. Съемочная группа вестей добирается за час. Сейчас сопровождающий журналистов-историк Инна Грибанова поясняет, доехать можно только до фабрики. Дальше рудники и кладбища заключенных, лагерь. Но дороги нет. Здесь родились только политические заключенные. Все построено их руками. Они же в 1947 начали добывать уран. Штольни с радиоактивным металлом шли, насколько это возможно, с удовольствием. За работу на рудниках полагалась дополнительная порция скудной еды. На таких протвинях сушили урановый концентрат в печах. Получалась такая масса в виде того-то, которую потом отправляли уже на упаковку. Нет никаких данных о том, сколько человек позже погибл от лучевой болезни или других последствий радиоактивного отравления. Но угроза, по крайней мере для туристов, остается до сих пор. Это гидрометаллургический урановый завод. Продукты переработки от него радиоактивные лежат здесь же. Во время дождей и паводков они попадают в ручей. Впервые об этой проблеме заговорили 20 лет назад. Тогда вышло даже распоряжение райисполкома о том, что радиоактивные отходы нужно захоронить. Но с тех пор здесь ничего не изменилось. Этот вопрос открыт пока. Будем запрос сделать, чтобы провели замеры и воды, чтобы уже конкретно мы полностью ответили на те вопросы, которые на сегодняшний день не существуют. На Бутыгичаге, правда, вскоре планируют поставить знаки, предупреждающие о радиации. Особенно опасный предмет из фабрики. Согласно замерам, вот эта бочка, к примеру, излучает 300 микрорентген в час. Норма в 10 раз меньше. Бутыгичаг ведет, по сути, только одна дорога. Вот будет на этой дороге установлены аншлаги, информирующие о повышенной радиации в этом местности. И о том, что не рекомендуется пить воду из ручей террасовой, собирать камушки, артефакты и прочего подобного плана вещи. Но этого, как считает историк Инна Грибанова, много лет занимающаяся изучением Бутыгичага, недостаточно. Находиться здесь недолгое время не опасно. Но совсем скоро люди просто не смогут сюда добраться. Статуса памятника или музея у Бутыгичага нет. За дорогой здесь никто не ухаживает, да и сами постройки разрушаются. Это одно из немногих мест на территории Магаданской области, сохранившихся вот в таком вот, в том еще, в первозданном виде. Ну, в руинах, конечно, но тем не менее. Потому что все остальное уже давным-давно перестроено и уничтожено. А вот это вот место заповедное такое. Инна Грибанова предлагает хотя бы поставить на повороте на Бутыгичаг памятник, напоминающий о тысячах заключенных прошедших. Поставить памятник заключенным одного из самых страшных колымских лагерей – Бутыгичага. В распоряжении историков есть все для уикавичивания памяти здешних политзаключенных. Коллекция их личных вещей, рабочие инструменты и кинохроника, запечатлевшие лагерную жизнь в 30-е и 40-е годы. Не хватает пока только одного – денег. Репортаж Людмилы Щербаковой. Сейчас на Верхнем и Нижнем Бутыгичаге люди бывают редко. Приходят только историки и туристы. Эти бараки из камня – немое напоминание о былом. Работают заключенные северо-восточных исправительно-трудовых лагерей НКВД. Все, что снимали на видео в тот период, кажется необычайно праздничным и героическим. Дороги, дома, мосты – все на Колыме строили заключенные. Вот они улыбаются снимающему их оператору. О том, какую была реальность, современники узнают теперь только из книг репрессированных писателей Анатолия Жигулина и Виктории Гольдовской, а также из воспоминаний очевидцев. Татьяна Смирнова провела на Бутыгичаге несколько лет. Ее репрессировали как врага народа Западной Украины. И больше всего, говорит женщина, запомнился страшный холод. А еще болели глаза. Несколько лет назад она совершенно ослепла. Холодно было, да. Ну, там как-то привыкали. Там лучше кормили, когда мы в штольнях работали. Там, мол, климат тяжелый, работа такая пыльная. Нас там давали мать, лишь умер, ты закрывали вот этой пыль. Может, эта пыль на меня повлияла, что я вот ослепла. Не знаю. Здесь не хватало воды. Зимой население лагеря оттаивало снег. Летом воду добывали в штольнях, откалывая лед, смешанный с аммонитом. По свидетельству очевидцев, здесь, наверху, люди постепенно забывали вкус нормальной воды. Китание не отличалось разнообразием. Мясо морг зверя, немного низкокачественной крупы, допайка липкого вещества, отдален не напоминавшего хлеб. Вот и все меню, истощенных, измученной непосильной работой людей. Здесь отбывали срок каторжных работ за разные провинности и просто без вины. Но каково бы ни было пригрешение тех, кто здесь сидел перед обществом, даже настоящие преступники вряд ли заслуживали такого обращения. Это было преступление перед человечеством. Здесь все было за колючей проволокой. Но, как видите, иные здания были обнесены особо. Бур, барак усиленного режима, относился как раз к таким зданиям. Сюда сажали провинившихся. Хотя вряд ли можно было сильнее наказать людей, с которыми и так обращались бесчеловечно. Тем не менее, многие из оставшихся в живых очевидцев дни, проведенные в буре, помнят и сейчас. Холод, отсутствие даже того минимального рациона питания, который полагался заключенному на общих работах, оторванность от людей, а зачастую и ожидание смерти, давили на остатки сознания, делая существование невыносимым. И все-таки люди цеплялись за жизнь. Они хранили в уголках сознания картины прошлого. Они сопротивлялись своему главному врагу, медленному умиранию. О, люди, люди с номерами! Мы были люди, не рабы. Мы были выше и упрямее своей трагической судьбы. Скажет через много лет поэт Жигулин, прошедший через лагерь Будугачак. У каждого из них когда-то была своя судьба. Но здесь за них думал один человек, планируя светлое будущее. Вы видите на рельсе надпись «Завод имени Сталина». Тысячи сел, городов, заводов, колхозов носили имя великого вождя. С его именем победители Второй мировой шли в атаку. С его словом связывали все победы и лучшие изобретения. Очевидцы вспоминают, что здесь, на участке всемогущего ГУЛАГа, применялась по тем временам передовая техника. Они называют марки лучших отечественных и иностранных фирм, машины которых работали на рудниках Будугачака. Но это для производства. А для людей, которые ничего не стоили, по-прежнему главным орудием были кайлода-тачка. Огромные разрезы в скалах после взрывов выбирали вручную, по камешку. Вспоминает очевидец один из немногих выживших людей, писатель Шаламов. Тачка на Колыме бывает трех видов. Первая, обыкновенная, старательская тачка емкостью 0,03 кубометра. 30 тачек на кубометр породы. Сколько весит такая тачка? На Колыме в золотых ее забоях к сезону 1937 года были изгнаны старательские тачки как маломерки, чуть ли не вредительские. ГУЛАГовские или Берзинские тачки к концу 1937 и 1938 года были емкостью в 0,1-0,2 кубометра и назывались большими тачками. 10 тачек на кубометр. Сотни тысяч таких тачек были изготовлены для Колымы, завезены с материка, как груз по важней витаминах. Были на приисках и металлические тачки, также изготовленные на материке, клепанные, железные. Тачки эти были емкостью в 0,75 км, вдвое больше старательской, но разумеется не устраивали хозяин. ГУЛАГ набирал силу. Эти тачки не годились для забоев Колумы. Раза два в своей жизни мне пришлось поработать на такой тачке. В их конструкции была ошибка. Тачечник не мог распрямиться, толкая тачку. Единство тела и металла не получалось. С деревянной конструкцией тело человека ладит, находится ее слегка. Тачку эту можно было толкать вперед, только согнувшись с три погибели, и колесо само съезжало с трапа. Поставить тачку на трап человек один не мог, нужна была помощь. Металлические тачки нельзя было удержать за ручки. Расправляясь и выталкивая тачку вперед, а изменить конструкцию, длину рукоятки, угол наклона было невозможным. Так эти тачки и отслужили свой срок, мучая людей хуже, чем большие. На тачке в кадре железные тачки вы видите фамилию Болтенков. Кто это? Заводской умелец, оставивший свой автограф на собственном изделии. Либо заключенный, потерявший надежду выжить, решил хоть как-то увековечить себя. Осматривая развалины, все время отмечаешь, здесь все когда-то было сработано прочно, на совесть, на века. Толстые стены, кованые решетки, все это кончилось со смертью великого вождя. И только Богу известно, что произошло во проживе любимый Сталин еще немного. Трудно, почти невозможно представить себе положение заключенного, безвинно осужденного в те годы. Но люди, умирая, жили. И одной из тех радостей, которую у них не мог отобрать ГУЛАГ, была весна. В это время можно было наконец отдохнуть от жестоких колымских морозов. Можно было увидеть солнце без морозной дымки. Его нельзя было засадить, закрыть железной дверью, как нельзя было уничтожить человеческое в человеке. Нельзя было лишить людей первых цветов, подснежников колыны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok